Здравствуйте! Это новости Дагестана на ННТ в студии Махач Курбанов. И коротко о главном. Право на достойную жизнь. Сегодня памятная дата в честь утверждения основного закона России. День Конституции. Бок о бок вместе. В Махачкале обсудили взаимодействие религиозной этики и светского права. Подробности в выпуске. Военная подготовка и командный дух. Ребята из учебных заведений Дагестана проходят сборы в Центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Об этом расскажем сегодня. Хорошие показатели. Почти половина урожая плодов в этом году собрана в четырех районах Дагестана. Где и сколько фруктов собрали, узнаем чуть позже. В Рио главы Дагестана Сергей Меликов поздравил жителей республики с Днем Конституции Российской Федерации. Это один из главных праздников нашей страны, знаменующий свободный выбор людей в пользу сильного, суверенного и демократического государства, в котором права и свободы человека, гражданский мир и согласие провозглашены высшей ценностью. С момента принятия Конституции наша страна прошла большой путь становления, преодолела немало трудностей. Накопленный за более четверти века опыт применения основного закона сегодня помогает нам в решении принципиально новых масштабных задач, которые ставит перед страной жизнь. Убежден, что большой созидательный потенциал Конституции, строгое следование ее принципам и нормам, будут и впредь служить гарантией устойчивого развития России, обеспечения достойной жизни граждан, мира и согласия в обществе. Желаю всем дагестанцам крепкого здоровья, добра и благополучия, говорится в тексте поздравления. Ровно 27 лет 12 декабря ежегодно отмечают День Конституции, знаменующий собой одну из самых значимых дат в истории новой российской государственности. Студенты правовой академии не остались в стороне и отметили этот день флешмобом, тем самым напоминая людям важность конституционного права в жизни каждого человека. Такой соцопрос у студентов стал уже традицией. Они интересовались у прохожих, какой сегодня день, и выручали каждому брошюрку с текстом Конституции. А как вы относитесь к поправкам Конституции Российской Федерации? Я отношусь положительно, я их поддерживаю, потому что жизнь меняется, соответственно, и Конституция должна меняться. Хорошо, спасибо вам за ответ. Мы хотим подарить вам Конституцию. Спасибо. Прошудирую ее. Роспотребнадзор по Дагестану заявил о дополнительном ухудшении качества воды в Каспийске. Из 214 изъятых проб водопроводной воды значительное количество не соответствует нормативам. Если первично наблюдалось только загрязнение химического состава, то сейчас прибавилось и микробиологическое загрязнение. Об этом сообщает руководитель ведомства Николай Павлов. Он также предложил поднять вопросы о перерасчете жителям Каспийска и Избербаша платы за воду. Отметим, что неблагоприятная ситуация с водой сохраняется также в Избербаше. В Ленинском и Советском районах Махачкалы наблюдается превышение мутности воды. В Махачкале обсудили взаимодействие религиозной этики и светского права. Мероприятие было организовано Министерством по национальной политике и делам религии при поддержке Махачкалинской епархии. По словам участников дискуссии, Дагестан всегда был образцово-показательным регионом, в котором мирно сосуществовали представители разных народов и конфессий. И подобные мероприятия несут просветительскую миссию, помогая понять тонкости жизни разных религий и их влияние на ситуацию в современном обществе. В Хасавюрте провели мониторинг цен на продукты. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия по республике Имин Шахгасанов провел мониторинг на городских рынках. По словам предпринимателей, динамика на повышение наблюдается с минимальными надбавками. Связывают это с сезонными продажами. Как отметил замминистра, дефицита продуктов нет, а продовольственных запасов имеется в достаточном количестве. Юные патриоты отчислены. Более ста юношей из учебных заведений Дагестана проходят сборы в Центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Подробнее расскажет Алина Багилова. Задача «Авангарда» – развивать в юношах командный дух, чувство ответственности за себя, друзей, родных и близких. Воспитывать лидерские качества и уметь определять свое предназначение. Знакомить молодежь с новинками обороны промышленности и особенностями службы в армии. Даже казарные помещения, по всем стандартам, например, то, что должно быть, то, что в армии, мы сумели создать. И по этим стандартам, по программе обучения, и специалисты, которые военные, бывшие, они руководят колдатами и их готовят. У нас там полностью освещенная база «Авангарда». С курсантами «Авангарда» проводятся занятия по военно-прикладным дисциплинам. Юноши осваивают азы военной службы на строевом плацу, оборудованных в спортивных площадках с разными препятствиями. Для меня это важно, чтобы больше ознакомиться с военной структурой, потому что я хочу связать именно силовые структуры и защищать родину, быть полезным для данного государства. Под руководством опытных педагогов, инструкторов и тренеров курсанты приобретают обширные знания в области современных военных технологий и получают первые реальные навыки на занятиях по тактической, огневой, медицинской и строевой подготовке. Я нахожусь в Курпе «Авангард» уже второй день, и за эти несколько дней я обучился очень многому здесь. Нас обучают, как должен вести себя настоящий солдат, какие права у него есть, какие обязанности. Я поступил в «Авангард», чтобы знать для себя и узнать поподробнее, как это служить в армии, потому что в дальнейшем я хочу связать себя с военной жизнью, то есть поступить в военный медицинский институт, стать военным врачом. Сборы с молодыми людьми в «Авангарде» проходят в течение недели в режиме интенсивных, теоретических, практических и спортивных занятий. Всех участников сборов обеспечивают форменные одежды. Для них предусмотрено свободное время, организован отдых и персональная медицинская помощь. Изначально суть нашего центра заключается в военном патриотическом воспитании и подготовке их к военной службе, защитниками Отечества. Сейчас в сборах принимают участие более 100 учащихся в возрасте 15-17 лет. Всего в течение года в «Авангарде» пройдут обучение свыше 60 тысяч старшеклассников со всех районов и населенных пунктов Дагестана. Алина Багилова, Дауд Касанов, телеканал «ННТ Буйнакск». Более 180 тысяч тонн плодов произведено в Дагестане в 2020 году с площадью 24,4 тысяч гектаров. Это на 7 тысяч тонн больше урожая прошлого года. В текущем году в садах республики собрано около 95 тысяч тонн яблок, около 22 тысяч тонн персиков, 25 тысяч тонн сливы, 13 тысяч тонн абрикосов. Наиболее заметные результаты по сбору плодов продемонстрировали садоводы Магарамкенского, Сулейманстальского, Ахтынского и Хасавюртовского районов. В общей сложности на эти четыре района приходится более 46% дагестанского урожая плодов. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Всего вам хорошего. Приятных выходных. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»